Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о люльке, которая появилась у компании Espyro. Эта люлька называется Uno. Она хорошо подойдет для колясок, точнее говоря, именно для них она сделана, естественно, для колясок Espyro Sonic и Sonic Air. Вот сейчас смотрите, что я сделал. Мы сегодня разберем с вами комплектацию 2 в 1. Я поставил, чтобы вам было это наглядно видно на шасси, например, это у нас Air с надувными колесами, а как прогулку мы будем смотреть не Air, то бишь колеса будут не надувные. Ну, вот таким образом мы с вами увидим комплектацию 2 в 1. Вот так это выглядит в прогулке. Это у нас люлька. Люльку можно ставить, не снимая всю вот эту часть. Я просто снял, чтобы вам было наглядно видно, как это можно сделать. Можно просто через адаптер сверху этого всего поставить, и она будет здесь внутри находиться. Ну, вот так вот выглядит более привычно для нас, поэтому вот в таком виде я вам ее и покажу. К прогулке мы вернемся позже. Все-таки мы пользуемся же сначала люлькой. И что мы здесь видим? Люлька вот очень круто сделана, очень качественно. Значит, если смотрим материалы, они очень приятные тактильно. Они не дешевые, они чувствуются, что это не фигня. Какая-то качественный тактильный материал. Вот эта вот ручечка здесь у нас, отверстие закрывается на магнитике для переноски. Вот этот козырек у нас можно завернуть. Можно вообще его отстегнуть, если вам так хочется. Все аккуратненько, хорошо выглядит. Вот здесь у нас есть сеточка, если нам нужно как-то проветривать. Так, что касается... Так, секундочку. Выдвинуть у нас здесь, по-моему, нельзя было. Да, это все. Точно. Соответственно, что она у нас из себя представляет внутри? Вот эта часть у нас, она вся на замочке держится. Вот так открываем. И, соответственно, вот так вот смотрим. Сейчас я открою козырек, чтобы вам было лучше видно, что здесь внутри. Большая, просторная люлечка. Точные характеристики в описании внизу. Точный размер, вы там сможете посмотреть. Сейчас я вам покажу матрасик. Матрасик здесь царский, толстенный, мягенький. С этим вопросов нет. Естественно, жесткое дно. Это само собой разумеющееся. Внутри вот эта вся часть мягкая. Ребенок никак здесь не травмируется. Естественно, все эти материалы с прослойками не продувается. Все это дело зимой будет нормально, хорошо и тепло ребенку. Вот эту часть можно полностью, соответственно, снять. И здесь у нас также вы видите бортик, чтобы, например, в ветреную погоду, в Питере это крайне актуально, меньше задувало ребенку. Вот как здесь это выглядит. Если уж совсем ветрище, в крайнем случае можно одеть дождевичок. Дождевики все с отверстиями для воздуха. И дуть ребенку не будет. Я имею в виду, что многие люди хотят, чтобы было вот досюда закрыто. Я немножко этого не понимаю. Зачем на улицу идти? Ребенок должен чем-то дышать. Соответственно, это у нас люлька. Вот теперь есть возможность из классной прогулки сделать комплектацию 2 в 1. Просто обычно как бывает. Люди приходят, мне 3 в 1, 2 в 1 здоровые классные коляски берут. Но я их называю такие около дома. Гулять стационарные. С ними куда-то ехать, ну такое себе удовольствие. Не очень. И появляется возможность у нас, точнее говоря, после вот этих больших колясок, нужно после люльки, если куда-то там ехать, еще что-то, на каждый день ищут сразу прогулки. Вот из Pira Sonic и Air, соответственно, они очень хорошие прогулки. И у вас отпадает необходимость покупать большие коляски 2 в 1. В основном вы берете к ней люльку, к Sonic Air, например, простите. И, соответственно, люльку откатали и бах, у вас классная хорошая прогулка. И вы такого головняка себя избавляете и, соответственно, экономите при этом, не покупая еще одну коляску. И гоняете в хорошей прогулке. Как по мне, вообще суперская тема. В общем, вот еще раз посмотрите, как по мне все стильненько, аккуратненько. Ну и, соответственно, для тех, кто не знает, вот она у нас, Sonic Air. Air у нас люлька стояла. Отличие у нас надувные колеса и недодувные колеса. И единственное, у колясочки с полиуретановыми колесами задняя ось, она пошире, чем в модели Air. Соответственно, вот что у нас представляет сама колясочка. Здоровенный козырек, дополнительный отсек, который можно вот так вот убирать, закрывать, открывать. Ручка у нас, естественно, регулируется по высоте. И фишка этих колясок, у них ручной тормоз. Опа, вообще ничего не делаем обувью. И поехали. Красота, красота. Здесь у нас сзади тоже есть органайзер, куда мы можем сложить всякое разное, что нам нужно. Так, как регулируется, я вам показал. Диапазон действительно достаточно большой. Так, смотрим на саму колясочку. Кстати, регулировка здесь у нас происходит ремешками. Просто тянем и вот так опускаем. Все очень стандартно и привычно. Соответственно, вот сиденье. Сиденье. Вот, кстати, сразу хочу заметить, пока не забыл. Мы с вами обозреваем популярнейшую расцветку. Это джунгли, по-моему, она называется, если память не изменяет. Да, джунгли, все правильно. Очень популярная, классная, симпатичная дизайнерская расцветка. В козырьке, кстати, москиточка, если что. Так, сиденье вернемся. Сиденье, что хочу подметить. Если мы его поднимаем, у него небольшой завал назад. Здесь ребенок хорошо, нормально, вертикально сидит и не тянется постоянно назад. Пятиточечные ремни. Мягкая накладочка везде есть. Паховой зоне, плечевой зоне. Бампер у нас, соответственно, тоже обит мягким материалом, как калиточка откидывается. В общем, пока минусов не нашли, да? Правильно, их нет. Вот. Потом подножечко. Регулируется оно у нас только вот или положили, или опустили. Она тоже вся в эко-коже, легко чистится из-за этого. В этом плане все отлично. Мягенькая. Все четко. Соответственно, давайте посмотрим у нас на раму. Рама у нас металлическая, естественно. Все нормально. Колеса полиуретановые. Амортизация у нас есть со всех сторон. Спереди и сзади. Конечно, Air-версия будет покомфортнее и помягче. Но не все любят надувные колеса. Переживают, что проколит там, ну и что-то такое. Ну, это, конечно, маловероятно. Соответственно, колеса все понятно. Давайте посмотрим на багажник. Багажник здесь с абсолютно нормальным доступом. Конечно, хотелось бы багажник побольше. Но большой багажник есть в больших колясках. В таких вот здоровенных багажниках мало вероятно, что найдете. Но все равно он достаточный для нормальных прогулок. Обычных, скажем так, без походов за продуктами специально. Здесь, в принципе, можно достаточно много разместить. И основание здесь с вставками жесткими, чтобы он не провисал. Так, соответственно, тормоз показал. Да. И вот, что еще держу в руках. Здесь в комплекте идет накидочка на ножки. Накидочка на ножки у нас спасает нас зимой. Вот здесь крепление. Они у нас вот за эти места крепятся. Соответственно, вот так вот здесь за специальные места тоже есть, чтобы прикрепить все это дело. И... Все. Вот так мы закрываем ребеночка. И ему нормально, тепло не дует. Он плотненько к груди доходит. Накидка на ножки. И ребенок нормально так закрыто. Вот, смотрите. Прекрасно. Здесь я уснул, как в коконе ребенок находится. В общем, здесь вопросов нет. Это уже идет у нас в комплекте. Докупать не нужно. Здесь, кстати, тоже есть возможность все это дело, видите, вот так вот раскрыть, увеличить. Он и так достаточно большой. Соответственно, вы посчитайте. Отдельно, ну, хотя бы, ну, 1200, 1700, 1800 не оригинальный будет стоить. А здесь вы его получаете в комплекте. Дождевика, кстати, в комплекте здесь нету. Насколько я помню, да, дождевик здесь продается отдельно. Так, давайте теперь освежу в памяти, кто не видел, как она складывается. Как работает механизм складывания. Сбоку кнопочка, нажимаем. И здесь под ребенком есть специальный ремешок, за который нужно подтянуть. Соответственно, так, все. Вот так вот складывается колясочка. Это так называемая книжечка. Книжечки складываются все у нас пополам. Так, открываем. И в путь. Собственно, я в описании добавлю обзор на колясочку отдельно, Соник. На Соникэр добавлю обзор. А сегодня, вот, главная цель моя была показать вам именно люльку. Колясочку Соникэр я вам показал, просто чтобы вы в общее понимание имели, что это за зверек такой, если вы не в курсе. Но сразу говорю, внизу в описании подробные обзоры и Air-версии, и не Air. Тоже будут более детально. Соответственно, люлечка, прогулочка. Все это мы теперь можем объединить, сэкономить и получить сразу хорошую прогулку через полгода, как мы откатали люльку. И причем люльку откатали очень качественную, как по мне, симпатичную, как по мне. Ткани классные. В общем, у меня вопросов к люльке особых даже и нет. Ну, собственно, все, что хотел рассказать, я рассказал. Если вам понравился обзор, ставьте свой царский лайк, подписочку, не забывайте на канал, колокольчик, уведомления, чтобы вы получали. И первой коляске большое спасибо за предоставленную у на люльечку и колясочке на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для ваших детей. Всего доброго!